Гран-при, золото, серебро, специальный диплом. Все эти богатства у команды Белоярского политехнического колледжа «Кто, если не мы». Яркий успех принёс ребятам 20-й фестиваль молодёжного творчества «Студенческая весна-2023». В номинации «Народный вокал» своё творчество представила студентка второго курса Мария Гладкова, исполнившая стилизованную народную песню «Ласточка». ПЕСНЯ Ополнение песни привело в восторг участников конкурса и членов жюри. Белоярская студентка вокалом занимается с детства, потом занималась самостоятельно, и вот блестящий результат. Был лёгкий мандраж за кулисами, а как только вышла на сцену, стало приятно от того, что ты видишь лица жюри, которые с восхищением смотрят на тебя. Пытаются, ну не знаю, пытались они поддержать или нет, но я чувствовала себя уверенно глядя на них. Ребята творческой студии, кто, если не мы, сняв рекламный ролик «Дезодорант Влад Эффект Кувалды», стали обладателями Гран-при в направлении видео. Они же стали серебряными лауреатами в направлении оригинальный жанр с творческим номером «Горячая жевательная резинка». И получили специальное диплом в театральном направлении за театрализацию рассказа Антона Павловича Чехова «Злой мальчик». «Увидя вас, я полюбил впервые, полюбил страстно. Скажите мне, моя дорогая, могу ли я рассчитывать на…» «Нет, не на взаимность. Этого я не стою. Рассчитываю ли я на…» «Злой мальчик! Огонь! Эй, сорвался!» «Это сложно передать словами мои пережитые эмоции. Я рад, что оказался с людьми, с которыми поехал туда. Я рад, какие эмоции я там испытывал. То, что мы выиграли. Мы не отдыхали, мы работали, мы старались. Мы туда приехали побеждать, забирать победу, и мы и так и сделали». Два конкурсных дня, более 700 студентов, 27 организаций. Белоярские студенты представили отработанные и актуальные творческие номера. Хропотливая работа, изматывающие ежедневные репетиции, бессонные ночи и долгожданный успех. «В этом году максимально огромное количество человек, которое возможно именно на 120-менном фестивале, который до этого ранее такого количества не было. Мы видели наших соперников, мы видели то, что там происходит, и страх, конечно, у нас присутствовал. И вы знаете, когда мы с каждым днем понимали, что нам нужно стремиться, нам нужно делать, мы усердно работали. И когда мы действительно получили эти заслуженные награды, я считаю, это действительно так, мы пребывали, наверное, на девятом небе отчасти. После участия в студенческой весне ребята сразу приступили к подготовке творческих номеров ко Дню Победы. И опять после учебы, репетиции, заучивания текстов, песен. Иначе ребята уже не могут. «С вами были мы! Кто и мы, и мы!» Инна Бугрова, Данил Герцович из Белоярского. Специально для телеканала Югра.